Добрый день! Благодарю за предоставленную возможность обсудить данную тему. Позвольте начать с нескольких слов о себе. Меня зовут доктор Квон Джумен. Я из Южной Кореи. Я – врач отделения неотложной помощи и занимаюсь исследованиями технологий искусственного интеллекта в области медицины. Руковожу Центром искусственного интеллекта и больших данных медицинского холдинга «Сэджон». Тема сегодняшней презентации – «Такие сложные для врача технологии искусственного интеллекта. Как разобраться и что мы должны знать?» Я заявляю о конфликте интересов в рамках данной презентации. Итак, позвольте мне начать презентацию, задав вам несколько вопросов. Что такое искусственный интеллект и как он работает? Что из себя представляет глубокое обучение? Интерес к этой области проявляют многие исследователи-биологи, но для начала нам нужно понять значение этого термина. Статистика может включать глубокое обучение. Конечно, глубокое обучение – это новый подход к обработке данных, но крайне важно рассматривать его в рамках статистического метода. Искусственный интеллект также использует статистически разработанную стратегию достижения цели, которая концептуально схожа с применяемой в настоящее время рабочей процедурой. Предлагаю начать с подробного определения искусственного интеллекта, машинного обучения и глубокого обучения. Естественный интеллект свойственен живым существам, например, человеку, а понятие искусственного интеллекта связано с робототехникой. Искусственный интеллект – это программное обеспечение, которое автоматически интерпретирует входные данные и предпринимает действия для достижения определенной цели. Машинное обучение – это один из методов прогнозирования определенного результата на основе входных данных. Отличие машинного обучения от других экспертных систем заключается в том, что существующие экспертные системы основаны на знаниях человека, а машинное обучение создает формулу или модель, осуществляющую прогнозирование на основе данных. Глубокое обучение – это метод машинного обучения, а также метод нейронных сетей. Далее будет представлено более подробное описание. Это методы машинного обучения, которые используются в последнее время. За долгое время были разработаны различные методы. Вы заметите одно знакомое слово – регрессия. Одним из методов машинного обучения является логистическая регрессия, с которой мы все хорошо знакомы. Логистическая регрессия использует имеющиеся входные данные для создания формулы, которая наилучшим образом прогнозирует вывод, а затем использует эту формулу для составления прогнозов на основе новых данных или для выполнения каких-либо задач. По сути, это и есть концепция машинного обучения, и многие другие представленные здесь методы концептуально схожи и лишь используют разные способы формулирования и построения моделей. Одна из моделей нейронной сети – это модель глубокого обучения. Одной из классификаций моделей машинного обучения является модель нейронной сети, наименьшая базовая единица которой напоминает нервную клетку. Конечно, это не настоящие нейроны. Нейроны получают электрические сигналы из различных источников, обрабатывают их в ядре клетки и передают сигналы другим клеткам через аксон. В модели нейронной сети один блок или узел получает большое количество данных от других единиц, обрабатывает их и выдает одно значение. На этой схеме, например, после получения числа х1, х2 или х3, его умножают на условный вес, являющийся коэффициентом, а затем перед передачей другому узлу обрабатывают как число с помощью функций. Глубокое обучение представляет собой процесс упорядочивания и соединения этих отдельных узлов в различных измерениях для формирования структуры модели. Глубокое обучение подразумевает наличие трех или более скрытых слоев. Здесь представлен пример исследования с использованием метода глубокого обучения. Задача заключалась в использовании данных пациентов с острым инфарктом миокарда для разработки модели глубокого обучения с целью прогнозирования показателей выживаемости каждого пациента до выписки. Для проведения такого рода исследований сначала мы должны изменить табличные данные до вида, который легко распознается машинами. Пол кодируется как единица для мужчин и ноль для женщин, а анамнез в виде прямого кодирования 0 и 1 для наличия или отсутствия заболевания. Для преобразования таких числовых данных, как возраст и артериальное давление, используется нормализация, а для основного прогнозируемого результата показатель выживаемости для выписки. Данные выгружаются как единица для случая смерти и ноль для выживания. Структура модели глубокого обучения представлена на рисунке справа, то есть после того, как преобразованные данные последовательно вводятся во входной слой модели глубокого обучения, представленные справа, они проходят через соединение между узлами и, наконец, через выходной узел данные выживаемости до выписки выводятся в виде одного значения — того, которое мы сделали в выходной переменной. При сравнении единицы и нуля глубокое обучение подтверждает структуру модели и коэффициенты связей после расчета потерь, которые являются текущей ошибкой этой модели путем сравнения и нахождения оптимальной точки при подборе значений, соответствующих связям между узлами. Оптимальная точка подбирается так, чтобы эти потери были минимальны. Модель готова. С учетом такого широкого определения глубокого обучения я хотел бы обсудить его преимущества и недостатки. Сейчас публикуется множество исследований в области глубокого обучения, и я надеюсь, что они станут большим подспорьем к оценке исследований и при проведении ваших собственных исследований. Первое преимущество глубокого обучения — его высокая точность при оценке нелинейной информации и данных. Возможно, вы сможете придумать уравнение логистической регрессии, график которого сможет разделить плюсы и квадратики, расположенные так, как показано на рисунке слева или посередине. Однако, если необходим график в виде окружности, как на рисунке справа, их будет трудно получить, используя только существующие классические статистические методы. Глубокое обучение, которое может произвольно обрабатывать такие нелинейные данные и использовать их, обеспечивая максимальную корреляцию между переменными, дает возможности, недостижимые для существующих статистических методов. Например, модели на основе глубокого обучения могут выявлять систолическую дисфункцию левого желудочка, стеноз аортального клапана, легочную гипертензию, анемию на основе данных электрокардиографии. Глубокое обучение также способно расширить базу медицинских знаний, основанных на данных. Существующие медицинские знания сходны с экспертной системой, построенной на субъективных мнениях врачей, основанных на опыте или различных наблюдениях, полученных во время лечения. Другими словами, врачи используют базовые знания о болезни для анализа данных о пациенте, чтобы поставить диагноз и назначить лечение. При таком подходе даже новые данные могут быть проанализированы только в контексте субъективных представлений врача. Однако метод глубокого обучения повышает точность за счет моделирования на больших данных без использования каких-либо других медицинских предположений. В результате вы сможете обнаружить новые данные и идеи, которые пока отсутствуют в существующих медицинских знаниях. Позвольте привести пример. Вам хорошо известно, что при нарушениях электролитного баланса на электрокардиограмме наблюдается изменение. Например, при гиперкалиемии увеличивается амплитуда зубца Т, и другие электролиты также влияют на показатели электрокардиограммы. В дополнение к этому мы можем провести исследование для выявления каких-либо других нарушений. Это метод разработки модели глубокого обучения с использованием больших данных ЭКГ, с последующим определением того, какие данные ЭКГ в первую очередь используются моделью глубокого обучения. Другими словами, мы используем большие данные для обучения модели глубокого обучения, которое анализирует гиперкалиемию и определяем, на каких ЭКГ-характеристиках гиперкалиемии фокусируется модель. Поскольку эта методология исключает базовые медицинские знания и человеческую предвзятость, мы можем получить новые данные. Глубокое обучение превосходит машинное обучение в способности получения таких новых знаний. Существующие методы машинного обучения, кроме глубокого обучения, проходят через процесс извлечения признаков. Проиллюстрирую на примере. Если вы работаете над классическим методом машинного обучения для распознавания изображения автомобиля, вам следует сначала выяснить, каковы, по мнению разработчика, характеристики транспортного средства. У него есть круглое колесо сбоку, лобовое стекло и фара спереди. Затем эти признаки извлекаются из фотографии для получения данных о них, и на основе извлеченных признаков строится модель. В результате в классическом машинном обучении неизбежно отражается человеческая субъективность, а точность модели ограничивается, поскольку используется не весь набор данных и часть информации теряется. Технология глубокого обучения не требует подобного извлечения признаков. Если это двумерное изображение, то оно вводится как есть. В результате глубокое обучение обладает высокой точностью, поскольку использует все данные без учета человеческой субъективности. Классические методы, такие как Random Forest, в прошлом имели превосходную точность, Но с развитием графических процессоров, способных обрабатывать большие объемы данных, по точности глубокое обучение превзошло классическое машинное обучение. Кроме того, поскольку для извлечения признаков не требуется человеческий труд и время, разработка моделей глубокого обучения экономит ресурсы. Но, конечно, графические процессоры дорогостоящие. Другим недостатком глубокого обучения является проблема черного ящика. В настоящее время невозможно раскрыть процесс принятия решения модели. Другими словами, хотя модель глубокого обучения может быть разработана путем подбора каждого коэффициента, мы не можем определенным образом интерпретировать процесс принятия решений в модели. Давайте вернемся к модели, которые мы использовали в качестве примера ранее, и подумаем о ней еще раз. В больших моделях в настоящее время часто используется 1 миллиард коэффициентов со связями с каждым узлом. Можете ли вы определить, связана ли смерть пациента с возрастом, полом или анамнезом, если в данной ситуации прогнозируется, что он умрет? В этом и заключается концепция того, что глубокое обучение — это черный ящик, в котором нелегко разобраться. Здесь представлен хорошо известный пример с AlphaGo. Оказалось, что никто не знает, почему AlphaGo поместила камень в игре Go в определенное место, и почему программа сделала абсурдно неправильный ход. Поскольку модель глубокого обучения может принять необоснованное решение, отсутствие интерпретируемости этой модели существенно затрудняет ее клиническое применение. Так как процессы причины, связанные с неправильным решением модели глубокого обучения, невозможно определить, мы не можем контролировать или устранять риск модели, который может привести к медицинским ошибкам. В связи с этим, при использовании глубокого обучения в клинической практике необходима система безопасности. Для обнаружения критических ошибок модели глубокого обучения необходимо использовать одновременно традиционные методы и модели глубокого обучения. Другим подводным камнем глубокого обучения является переобучение. Использование только данных без влияния человеческих факторов является как недостатком, так и преимуществом глубокого обучения. Глубокое обучение — это всего лишь метод разработки алгоритма с наилучшей точностью, ограниченной определенными данными и с риском переобучения. Например, если разработанная модель глубокого обучения, которая идентифицирует кошек и собак на острове, где все кошки белые, а все собаки черные, то разработанная модель глубокого обучения будет различать кошек и собак, используя только признаки цвета — черного и белого. Кроме того, разработанная модель продемонстрирует низкую точность в условиях, отличных от условий острова, на котором была разработана модель. В другом примере, поскольку подозрительные поражения кожи часто помечают хирургическими маркерами с генциан-виолетом, Винклер и другие с помощью модели глубокого обучения продемонстрировали, что маркировка кожи на периферии дермоскопических изображений имела значимую связь с обнаружением рака кожи. Поэтому, чтобы гарантировать реальную эффективность во всех исследованиях методом глубокого обучения, необходима внешняя валидация с использованием изолированных данных из других условий. Внешняя валидация предполагает проведение испытаний с использованием данных, которые полностью отличаются от данных для внутренней валидации, использованных для разработки моделей искусственного интеллекта. Проведение внешней валидации подразумевает не только разделение данных для внутренней валидации, но и подтверждение эффективности модели для данных в другой среде. Для точной валидации данные должны быть разделены по больницам или регионам. Вопрос о том, можно ли доверять медицинским устройствам, основанным на искусственном интеллекте, в последнее время приобретает всё большую актуальность. Это связано с тем, что большинство исследований были ретроспективными, и не так много из них были надлежащим образом подтверждены проспективными исследованиями. Мы не знаем, как модель, валидированная в ретроспективном исследовании, покажет себя при проспективном исследовании в реальной медицинской практике. Похоже, настало время более глубокого и объективного изучения и понимания искусственного интеллекта. В завершении своей презентации предлагаю небольшой взгляд в историческую перспективу. Технологии искусственного интеллекта были представлены в 1950-х годах. С тех пор прошло два периода похолодания. Сокращение финансирования и снижение интереса к исследованиям в области искусственного интеллекта. Эти периоды похолодания были вызваны разочарованием от неудовлетворительных результатов в реальной практике. Кроме того, необоснованные и необъяснимые решения искусственного интеллекта способствовали повторному снижению интереса к данному направлению. Очевидно, что искусственный интеллект обладает значительным потенциалом в области медицины. Он может повысить точность диагностики и стать дополнительной поддержкой для принятия клинических решений при многих заболеваниях. Однако необходимо выявлять недостатки искусственного интеллекта и прикладывать усилия для преодоления его ограничений. На этом я завершаю свою презентацию. Спасибо за ваше внимание.